А по-другому вы сейчас из себя пускать Ну как будет, вискать Давай я их кинулся в комплексте Расставим там Вообще сразу в это не ничего Не надо сказать, что вайфай Вишни Вот так, что скажем, что вайфай у вас Ваши там вообще не было Это очень много Все, я не могу Я буду бегать, чтобы потом вопросов не было в команде. Надо было нажать начало второго тайна. Ну ладно. Короче, есть правила, я там в протоколе всё внёс, во-первых, да, во-вторых, да, ходи туда заходы. Итак, ну это, звездок орбитра Костевича, на звезду на том, что мы начинаем второй тайм-трансляции, видео-трансляции из Армавира, стадиона «Юность», где сегодня в четвёртом туре «Берин Собирал» встречается на боевской торпедах и «Саратовский Сокол». Всё, 0-0. Уже в восьмой тайм свой начинает торпеда без голов. Без голов. Без забитых, без пропущенных. Пока статистика такова, что... Так, в перерыве... Срабатывается, 0-30, Чилинцев-Денис. 0-5, Горбакин-Александр. 0-20, Столяренко-Александр. 0-3, Лозенков-Черван. Номер 17-й, Молодцов-Артём. Номер 7-й, Шевчук-Сергей. Номер 19-й, Андреев-Максим. Номер 30-й, Трусевич-Максим. Номер 10-й, Романенко-Валдимир. Номер 11-й, Дегтярёв-Александр. Номер 23-й, Радченко-Александр. Главное движение команды «Сокол-Саратов» – Бурлаченко-Арерий. Тараканов. Состав «Корбеда-Армавир». Номер 27, Таракан-Армавир. Рвётся атака, не сошёлая. Номер 16-й, Морозов-Консер-Дин. Номер 15-й, Тараканов-Армавир. Номер 26-й, Дегтярёв-Александр. Номер 24-й, Мирошечерка-Сергей. Номер 7-й, Пилиев-Ник. Номер 77-й, Армавр-Сумян-Армэн. Номер 8-й, Хультфильдзе-Давир. Номер 11-й, Виперинзе-Иракли. Номер 19-й, Александр-Артак. Номер 90-й, Армавр-Мельхенев-Андрей. Главное движение «Сокол-Саратов» – Бурлаченко-Армавир. Галин Галин. Второй удар «Сокол-Саратов» – Таракан-Армавир. Очень хорошая атака была, домашняя заботовка. Матч обслуживает главный судей Сергей Костевич. Первый помощник – Иван Касьянов, Кирос. Второй помощник – Кирилл Борщаков, Питер. Резиденный орбиток – Александр Орел, Гладкарпоткин. Переставший матч – Игорь Заказов, Москва. Делега Заказов, Юрий Клюшников, Москва. Ренат Забитов – это новичок команды, перешедший «Сокол» на последние недели. Очень видитый игрок. И, кстати, под руководством Валерия Карпина в 2009 году в Московском «Спартаке» играл. Затем выступал в томской «Тамине» в «Варенте» в Сибири. Игорь Заказов, Кирилл Борщаков, Москва, 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 Москва. Игорь Заказов, Москва, 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 Москва. Ренат Забитов на поле появляется. На 49-й минуте это происходит. Ренат Забитов, Москва, 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 Москва. Он попадает на «Сокола». Уже по левому флангу «Сокол» изгибает атаку. Хороший навес. И защитник «Тараканов» Егор. Прервал эту передачу. Игорь Заказов, Москва, 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 Москва. Игорь Заказов, Москва, Москва, Москва. Здесь14, 17. Игорь Заказов, Москва. Игорь Заказов, Москва, Москва. Игорь Заказов, Москва. Москва, Москва. Речи. Продолжение следует... 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 Сейчас команда совершила небольшую паузу, связанную с водопроводом и продолжается. Игра. 73-я минута стартовала, совсем немного времени уже остается до конца основного времени игры. И Сокол во втором тайме, в скорости не знать, играет поактивнее, 100% голевой момент имел. Торпедовцам нужно сейчас, конечно, стараться в атаке что-нибудь придумывать. А, кстати, Сокол завернует решающие голы в этом сезоне на 84-е, 90-е минуты. То есть прибавляет в конце футболисты Сокола, то есть надо быть очень внимательным. Видимо, неплохая здесь подготовка, хороший футболизм заводит в межсезонье. И внимательно будет торпедовцам не провалиться и не пропустить пол в концовской встрече. Лучше, конечно, командовать Валерия Карпина за битву. Бумажка, бумажка. Да, сейчас небольшая пауза в игре. Вау, торпедовцы на правом фланге заработали. Сейчас торпеда выбрасывает за боковой и в атаке нарушил правила, как будто из торпедовцев. Сокол сейчас на своей половине поля штрафный удар разыграет. Денис Пчелинцев просит своих партнеров по команде подальше отойти. Хочет, видимо, подальше мяч выбить. Выбивает мяч Пчелинцев. Здесь подбор Кисану Галичем, но на торпедах себе подбор вроде выиграли. Сейчас, может быть, могла получиться контратака у хозяев, но здесь успели, 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 успели помешать. И в этом торпеде разбить атаку. И уже Сокол рвется вперед. Дегтярев очень здорово выводил сейчас своего партнера по команде. Но там с обработкой проблемы были у 10-го номера Владимира Романенко. Буквально, образно говоря, как от дерева от него мяч отскочил. А так мог быть еще один выход 1 на 1 у Сокола. Но, тем не менее, Сокол зарабатывает еще один угловой удар на правом фланге. Дегтярев идет подавать. Капитан команды. 15 минут остается сыграть футболиста. Может быть, что-то еще добавит орбитр. Так, Дегтярев разбегается. Подача. Удар. Отскоком от газона получился удар. Даже за удар по воротам это считать не будем. И снова Сокол выигрывает подбор здесь. Пытались быстрее атаку. Но продолжаются торпедовцы. Сейчас имели возможность. Михеев на левом фланге пытался убежать. Такое впечатление, что сейчас у торпедовцев поменьше сил осталось. На концовку Сокол подгавливает. С каждой минутой торпедов практически в атаке вообще ничего не получается. А Сокол на стырну, на стырну. Лезет, атакует и слева, и справа, и по центру. Не сомневаюсь, идут футболисты Саратова в атаку. Да, и видимо замены пришлись ко двору. И Гурченко, я еще раз упомню, на поле появился. И Сабитов это игроки с хорошим опытом в выступлении в премьер-лиге. Видимо, конечно, сейчас класс игроков Сокола превосходил. Болистов хозяев, хозяев этой команды, команды хозяев. Возможно, такая причина. Хотя, конечно, Сокол, в отличие от Торпеда, имел возможность готовиться к турниру. Проходил сборы в Подмосковье. Поэтому, конечно, в плане функциональной готовности красавица. Болистов Сокола посильнее в этом компоненте игры. Самое главное, что Валерия Георгиевича не неким усилить пока атакующие в своей ряды. А вот сейчас большое повреждение. Видимо, солнечное сплетение у футболиста Торпеда осталось. Это Армен Абарцумян. Да, и, судя по всему, медицинская бригада сейчас, пока судья не зайдет решение выйти, она уже готова появиться на поле. Да, и у Торпеды готовится замена. Тем временем, Каркань подзывает гипперица, а Александяна, что-то ему объяснять, что-то, видимо, пояснять, как в концовке атаковать, какие используют зоны, может, у соперника. Да, все-таки какие-то гипперица сейчас получил, какие-то наставления от главного тренера. Так, футболист центра поля, центральный путь защиты Торпеда. В последнее время, последние минуты 10, наверное, он все чаще на 3 атаки оказывается, все чаще ближе к ударной позиции на поле. То есть, возможно, сейчас Карпин и говорит, что он почаще подгрузялся к атакам. Да. А вот Торпеда сейчас Айх Казарян появится на поле. Это группы атаки, номинальные нападающие заявлены, и нет, центральные нападающие. Аграл от Солярисы. Воспособность. Вызовы лучшим отборкиром. По словам, вот, и здесь Мармавилия откроет счет. Забитый мячам. Так, уже 80-я минута идет. Тает время. Чет-то так не открыть. Болевщики Торпеды сейчас придумали новую печалку. Замена в составе Фокат-Арбеда. Место, игравшего под номером 77, Абарцумян. Выбор выступает номер 99, Казарян Айв. На 81-й минуте сейчас у Торпеды состоялась Замена. Армен Абарцумян в поле покинул и Айв Казарян. Появился у Торпеда. Болельщики добили сейчас фамилию с другого пудалного тренера. Декодировали. Возможно, призывая, что Балерия Георгиевич, в шамотворе, показал, что футболистам так надо забивать. Да и футболистам Сокола мастер-класс. Продолжается игра и очень опасно сейчас. Совсем немного скорости не хватает нападающим Сокола. Чтобы убежать на рандеву с нашим... Кстати, Каратаев уже сегодня убежал на рандеву. Ибо его проиграл. Комаров. Михаил выручил нашу команду. В средний раз и выход на один на один. И мы кредитировали. Итак, в атаке Сокол. С правого фланга следует подача. В центр здесь Комаров науторе. Здесь Комаров наиграет. Мамерт, что он мяч поймал. Здесь учением некоторых эпизодов. Сегодня Комаров снова, как и в предыдущих трех матчах, показывает классную игру. Стоит признать, это один из лучших флангитлеров в этом сезоне. Продолжается игра и... Саратовский Сокол. Он имеет преимущество. Небольшого роста. Пустится на замену Каратаев в борьбе с нашим гренадером. Дугаличем падает. И в этом осмотрелся Илья. Из Курска нарушение. Правил. И у Сокола право на штрафный удар. Позиция в центре поля. Поэтому не должно здесь опасности. Такой для ворот торпеда быть. Наблюдает там Рады. Дугалич с Каратаевым. Что-то все никак не поделят. Очень-очень смешно смотрит. Дугалич, наверное, сантиметров 20-25 выше Каратаева. И мальчик пытается вступать с ним в верховые. Единополисты. Раховы, да и в низу он что-то там дерзит. Пытается что-то высказать. Дугаличем. Своё недовольствие. Жесткая борьба. Но Сокол. Снова атакуют. Мяч нальем в фланге. Курченко. Трусевич. Столяренко. А Сокол старается шире играть. Использует всю ширину поля. Пытаются они нащупать свободную зону Орбеда. Оно нормализуется очень плохо. Погоняются. А Валерий Картин уже, наверное, на протяжении 15 минут не садится. Активно жестикулирует. Даёт своей команде терпические указания. И у Торпеды готовится замена. Жаркава. Ливан. Сейчас появится на поле. 88-й номер. Если не ошибаюсь, то зашип. Сейчас свободно не стою. А в последнее время лет как-то так убежали. Расстрел Михеева с правого фланга. Курченко. Казарян. Успел к плечу. В общем, плотно против него защитники Сокол действовали. Последние пяти минуты сейчас у нас в автомобиле стартуют. Последние пяти минуты по основному времени. Пусть, я думаю, минуты четыре главный орбитр Костевич добавит. И замена в составе Торпеда. Жаркава. А Сокол вновь атакует. Ну, там очень круто. Торпедовцы, нападающему Баратаеву. Давайте постоять. Нашим защитникам. Бринадёром. Бугаличевым. Таракановым. Блуком. Торпедовцы. Торпедовцы сейчас всей команды. Половины поля Сокола. Перемещаются. Давно такого не было. Чтобы берегли силы на концовку. Арбавидский. Арбавидский. Торпедов. 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 Мячу даёт Александяну. И Ардак теряет мяч. Прошу прощения. Дает Гиперидзе. Гиперидзе теряет мяч. Вынуждает палить. И получает желтый удар. Преструбождение получает. Игрок номер 11. Футбольного клуба Торпеда. Гиперидзе. Замена в составе ФК «Торпеда Алювер» Место игравшего под номером 7 «Переябаника» В игре скупает номер 99 Номер 88 «Джеркава Ливан» Да, и сейчас на 87-й минуте Ника Пелиник Утопеда Коля покинул И «Джеркава Ливан» где-то него Вышел на левую В бровку Защиту Видимо, Пелиник подустал Очень часто «Торпеда» там проигрывала Единоборство И вот сейчас Капитан Сокол Макс И даже стопор ворот Комаров Удачно выбрал позицию И поймал Не с первого раза Конечно же, но поймал Тем не менее, зафиксировал мяч И отвел угрозу от ворот И продолжает Сокол Снова владеть мячом Снова предупреждение Торпеда на 88-й минуте Айк Казарян Преупреждение получает игрок ФК Торпеда Агмавир Казарян Айк номер 99 Айк Казарян Удастывался в желтой карточке Давно совсем На замену Вышел А ну вынужден будет Валить Поскольку могла опасная Контракта Получится Совсем скоро Последняя минута Основного времени Наши матчи стартуют А пока торпедовцы Заработали А вот на своей половине поля На левом фланге Джаркава Будет исполнять Брасывает мяч из-за боковой Снова мяч в гре И теряют торпедовцы мяч Дегтярев По центру Поветачи Снова сокол смычен Сейчас Каратаев Маленький Каратаев Выиграл в линковую борьбу У Дугарича Крепко такое бывает Что Дугарича только Уигрывал А торпедовцы Пытались сейчас Что-то в атаке создать Следующий домашний матч Остается 3 августа 18.00 Торпеда Орновир На своем поле Принимает футбольный клуб Тосно Да, сейчас титр Матча объявил Что 3 августа Состоится следующая Домашняя игра Здесь в Орновире Неста юность Орновирская торпеда Принимает футбольный клуб Тосно Из Тихона 18.00 3 августа Состоится Игра Продолжается встреча Позади Основное время матча Четыре минуты Как я и предполагал Добавил Главный Армир Основное время Время матча Главный судья Долгает 4 минуты Стартовало Конгрессированное время У Соколов Сирасков Готовится выйти на поле Уже такая видимо Топтическая замена Валерия Бурлаченко Валерия Бурлаченко А сейчас Резердобитов Попросил Валерия Георгиевича Не выходить За пределы Техническая зона В принципе Карпин не выходил За ее пределы Слово Комару Слово На высоте Комаров Успел сгруппироваться И в прыжке Мяч Отвить Еще один удар Банковый бюджет, поздний бюджет, проносил. Провнял мяч и снова Комаров по высоте и высказывает сейчас защитников Михаил. Претензии. Подсела торпеда в танцовке. Может сейчас с мячом, может в этот этап что-то получится знать. На левом фланге мяч Джаркава пытается обыграть в 1-1, не получается. Пас на Хурцидзе в центр. Сейчас теряет мяч пятый номер торпеда в центре поля. Нарушает правила. Да, но не стал Костевич, главный арбитер, желтую карточку показывать. И так сегодня уже много предупреждений было. Замена в составе ФК «Шокол». Вместо игрок «Шокол» номер 10 Романенко Владимира. В игру вступает номер 75. Сирасков Александр. У «Сокола» уже, видимо, последняя замена. Вместо Владимира Романенко вступает, вернее, вступит сейчас в игру Александр Сирасков. Артическая замена. Видимо, «Сокол» уже не против лечеи. Официалство фон «Варень» из московского «Вотомотивовка» в «Соколе» играет. А является воспитанником из «Одорожников». Молодой игрок, перспективный. За него была сразу передача. Еще один поворот, он выиграл первую игру, но прячет голову в «Шокол». И торпедовцы не будут торопиться. Здесь некоторые болельщики шутят, говорят, до забитого гола пусть команда играет. Конечно, неудивительно хотят армавирцы, любители футбола, увидеть все-таки первый старичный гол торпедов в «ФНЛ». Оно пока не удается. Но с другой стороны, хорошо, что у «Своего» у Комарова, «Серия» у Комарова продолжится, если так матч и закончится. То «Торпеда» еще и рекорд российских чемпионатов установит. Еще ни одной команде не удавалось по 5-4 матча на мультуре сыграть. Победа таким образом воскорна. Но сейчас «Сокол» в атаке. А ну отбились, отбились торпедовцы. И пытаются через пас, видите, в атаку армавирцы. И ошибаются, ошибаются морозы в передаче. А вот «Сокола» сейчас в никакой момент. Тут так на морозы. «Горотаев» пробивал. Поторопился, видимо, кормом «Сокола». Можно было там и сближаться с толпедером. И наверняка расстреливать ворота Томарова. И завершается матч в онмобиле 0-0. Трансляция закончилась «Сокол» с новой «Сокол» с новой «Сокол» и «Сокол» с новой «Сокол» И напоминаем, что следующая «Домашняя игра» состоится 3-го августа, 17-1-0. А следует, что умирает власть на «Сокол». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok